Шалом, дорогие друзья! В эти дни евреи во всем мире избавляются от хамца в своих владениях, делают генеральную уборку, чистят полы, шкафы и посуду от накопившихся в них хамца и проверяют, где еще может заваляться этот гдусный хамец. А что означают эти действия на духовном уровне? Есть хамец, различимый на глаз. Смотришь на него и понимаешь, что это чистый хамец, например, печенька. Есть хамец, неразличимый на глаз, например, пиво. Есть много видов хамца, но правило для всего хамца одно. В Песах хамец запрещен в любом количестве и в любой форме. Перед Песахом нужно избавиться от всего хамца, который у нас есть. Что это означает? Хамец – это наши негативные мысли, которые приводят к нарушению законов Торых, к зависти, злости, печали, ощущению одиночества и так далее. Эти мысли я бы назвал ограничивающие убеждения. Они ограничивают наше внутреннее знание, что мы часть Творца, что мы способны на большее, что мы не тело и не наши страсти, и не его страсти, нашего тела. И эти наши мысли, эти убеждения нужно найти и сжечь. Как найти? С помощью света свечи. В притчах царя Шломо написано «Свеча – митсва, а Тора – свет». То есть светом Торы и заповедей мы проверяем свои мысли, свои убеждения. Правильно ли мы понимаем, кто такой Творец? Как он управляет миром? Какова наша задача в этом мире? Каково ваше индивидуальное предназначение в этом мире? Правильно ли мы выбрали пути приближения к Всевышнему и достижения ваших целей? И когда мы нашли там хамец, ложный и ограничивающий нашу связь с Творцом убеждения, мы их должны сжечь, чем святым огнем нашей любви к Всевышнему. Желаю нам всем в этом удачи. Песах, Кашер, Весамех.